У меня Opel Corsa DM 2007 года выпуска. И вот недавно, когда жена выезжала со двора, у неё заглохла машина, когда она пыталась резко гадануть. И потом такое же случилось, когда она стартовала на светофоре, когда загорелся зелёный свет. Она мне об этом сказала, соответственно, когда я уже ехал, никаких таких проблем не было. Но потом эта проблема снова возникла. То есть проблема носит не постоянный характер, она не всегда воспроизводится. Таким образом, здесь основная проблема в том, что когда ты на холостых оборотах, а потом начинаешь движение, газуешь, и здесь она глохнет. Есть несколько причин. Я уже и почистил дроссельную заслонку, пробег у меня 80 тысяч, ни разу не чистил. То есть она была грязная, её почистили за 600 рублей, но это не помогло. Сейчас будем ещё чистить клапан EGR. Но в случае с клапаном EGR проблема должна повторяться. Если это неисправность клапана EGR, должна выдаваться ошибка. Но в моём случае, когда всё глохнет, никаких ошибок, чек-энжен не выдаётся. То есть, как я почитал на форумах, скорее всего проблема в бензонасосе. То есть банально, когда ты пытаешься поддать газу, бензонасос засоренный не справляется, не даёт необходимое количество бензина. Проблема для Оперкор СД в том, что в фильтр бензонасоса встроен сам бензонасос и меняется он в сборе. Есть, конечно, отдельные умельцы, которые меняют его, как-то выпиливают, меняют новый. Но это всё, конечно, не для всех такое решение. Поэтому придётся его менять. Вот я посмотрел сейчас. Стоит не оригинальный, где-то тысяч восемь. Находится этот бензонасос под сидением задним пассажирским. Ну, конечно, жалко этих денег. Думаю, может быть, какие-нибудь присадки почистят этот фильтр. Может быть, новый бензин как-то немножко более качественный прочистится. Магистралия. Вот, может быть, ещё масло решил поменять на всякий случай в коробке передач. Там проблема в том, что сложно его менять полностью. Решил, вот, 20 тысяч назад менял частично первые 3 литра, сейчас ещё поменяю. То есть, может быть, вот эти вот дополнительные прочистки всего и вся, они немножко увеличат мощность двигателя всей системы. И проблемы с бензонасосом могут уже быть не так критичными. Но если это всё не будет помогать, то придётся менять бензонасос. Потому что, конечно же, если на светофоре ещё это не критично при старте, да, заглохнуть, то если ты выезжаешь со двора и глохнешь, да, как бы, по сути, остаёшься на встречке, да, то это не очень комфортно. Вот, надеюсь, я помог вам своими описаниями. Если у вас какие-то вопросы, пишите в комментариях. Вот, надеюсь, это видео было полезно, потому что в интернете очень много всяких неверных советов, типа, меняйте датчик массового расхода воздуха, датчик оборотов коленного вала. На самом деле, все эти датчики не нужно менять, а проблема, скорее всего, именно в бензине и засорении бензонасоса. И это не одно, то есть, если у вас, резюмируя, не горят никакие ошибки, сканером не выдаются, то проблема в бензонасосе. Большое спасибо за внимание. Спасибо.